Внимание, новую торговую марку автокресел Eternal Shield на украинском рынке. Сразу сделаем акцент, что эти кресла производятся в Китае, но они имеют европейский сертификат, который они получили в Бельгии, имеют инструкцию на русском языке, достаточно-таки качественные материалы. Кроме этого, эта фабрика производит автокресла для многих европейских брендов. Сейчас это не секрет. Что касается автокресла, которые мы хотим вам презентовать в этом ролике, это автокресло маркируется у производителя как ЕС-03, но это автокресло от остальных автокресел ЕС-03 маркировки отличается тем, что у него нет внутренних штатных ремней, как вы видите. То есть это кресло подходит для путешествий с малышом от 94 см роста. Почему от 94 см роста нам часто задают этот вопрос? Потому что малыш у нас с вами здесь крепится штатным ремнем безопасности, и наша с вами задача, чтобы этот штатный ремень безопасности прошел у него по грудной клетке, но не по шее. Сейчас я, в общем-то, вам упрощенно показываю, как пристегивается малыш. То есть представьте, здесь у нас голова, это у нас с вами грудная клетка. Наша с вами задача, чтобы вот этот ремень безопасности проходил по грудной клетке, не по шее, потому что если по шее, это не является безопасным. Также часто задают вопрос, как крепится автокресло такой группы, а именно эта группа 2-3 от 94 см роста в автомобиле. Тоже сделаем сразу акцент на том, что это автокресло фактически никак не крепится, кроме штатного ремня вместе с малышом. Если у нас в этой группе есть изофикс, то тогда кресло крепится креплением изофикс. В данном кресле изофикса нет, то есть, как вы видите, кресло не закреплено ничем в машине. Если оно будет закреплено с малышом, то оно будет закреплено только штатным ремнем, как мы уже с вами делали акцент. Это нужно учитывать. Также в этой группе, конкретно в этом кресле, нет наклона спинки. Вы видите, некий анатомичный наклон спинки есть, он повторяет наклон спинки автомобиля, но возможности разложить как-то сильнее для сна, для длительной дороги, у этого конкретно автокресла нет. То есть, это для взрослых деток и, скорее всего, для недлительных переездов, либо для переездов с остановкой. Что здесь есть еще? Здесь есть регулировка подголовника по высоте. Как вы видите, кресло вырастает по высоте подголовника вровень с автокреслом автомобиля, то есть, со взрослым автокреслом. Кресло вместительное, оно широкое по плечам, широкое по посадочной части, мягенькое везде, мягенький чехол. Это позволит перевозить ребенка достаточно долго, до 6-7 лет. Также это кресло разбирается до бустера, то есть, спинка наша с вами полностью снимается. Остается только мягкая подушка и подлокотники. Это позволит перевозить ребенка фактически до 12-14 лет, в зависимости от страны, то есть, до того возраста, когда ребенка можно уже перевозить без автокресла, в принципе. Также покажу вам сразу, что на боковушке у нас есть схема крепления малыша. Вот здесь у нас есть схема регулировки ремня, когда вы заводите, потом проводите по плечевой линии. Вот это у нас с вами кнопка, которая регулирует высоту подголовника, как мы уже с вами проговорили. И также вот у нас есть с вами русская аннотация по установке и европейский сертификат безопасности автокресел, о котором я вам говорила в начале ролика. В общем-то, по этому автокреслу все. Спасибо вам за внимание. Хороших и удачных встреч!